Доброе утро, это Укрлайф ТВ, мы начинаем наши прямые эфиры. И сегодня, все газеты, сегодня, вчера, позавчера, все средства массовой информации мира пишут о войне на востоке Украины. По-разному пишут, по-разному формулируют, что там происходит, но мы точно знаем, что это война между Россией и Украиной, и что снова Россия начинает бомбить украинские поселки и города. Снова гибнут украинцы, гибнут наши солдаты, гибнут мирные жители. И мы не будем сейчас говорить о том, как подает это Запад, или о том, что думают об этом политологи, политики, что думают об этом военные. Сегодня мы будем говорить с координатором общественной организации Донбасс-СОС, с Виолетой Артемчук. Она принимает телефонные звонки оттуда и вот просто сидит на горячей линии, слушает, что рассказывают люди. Виолетта, здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, вот вы нам расскажите все по-простому. Что люди говорят, о чем просят, как часто звонят, что рассказывают? Имеется в виду в принципе или об Авдеевке? Давайте начнем с Авдеевки, а потом поговорим в принципе. Давайте, да, начнем с Авдеевки, когда обострилась ситуация, то есть я работаю на горячей линии уже третий год, вот, и мы переживали, ну, нельзя сравнивать, нельзя каких-то вот говорить похоже, не похоже, каждая трагедия, каждый случай не похож. Но последний раз вот такое обострение было в Дебальцево, тоже в феврале 2015. И я помню эти дни работы на горячей линии, когда у нас просто был шквал звонков об эвакуации, о вывозе. Когда люди звонили, просили вывезти, плакали, и мы координировали этот выезд, вывоз людей. И я помню, тогда был просто шквал звонков. Когда обострилась ситуация в Авдеевке, мы как бы так собрались, подготовились, и у нас были контакты, у нас был разработан, ну, алгоритм, как действовать, если люди будут звонить о вывозе. Вот, вторник, да, вторник, и вот мы такие вот собранные, да, вот мы готовы, а звонили мало. Вот из Авдеевки звонили очень мало. Вот я хочу сказать, что по состоянию на сегодня, наверное, с просьбой о вывозе, об эвакуации было 5 звонков. Всего лишь 5 звонков? Всего лишь 5 звонков. Вы думаете, это о чем символизирует? Мы много об этом говорили, с коллегами говорили. У нас вот на Гречевине вот работают в основном переселенцы, люди оттуда. Одна дама, которая у нас работает, она сама из Авдеевки, у нее там родственники. И, в принципе, Авдеевку мы, ну, как, хорошо знаем, я расскажу немножко позже. Мне казалось одно время, что мы там уже знаем всех. Вот, но люди жили так, под обстрелами, да, вот промзоны. Это сейчас такое обострение в связи с тем, что там вот перебиты, ну, перебиты коммуникации, да, вот такое вот пошло. Может быть, обстрелы стали более жесткими, да. На самом деле люди живут в таком состоянии в Авдеевке не первый год, и это началось не вчера. Недавно услышала, что люди привыкают как к зоне комфорта, так и к зоне дискомфорта. Люди, которые живут в промзоне, они живут не первый день в этом. Вот, и поэтому вот это вот обострение, да, тут другое, тут коммуникации, да, действительно, возможно, такие вот отсутствие света, воды. Да, это так было подано, это пошла такая информация, но на самом деле для людей это не было, ну, чем-то как-то не печально новым. То есть вы хотите сказать, что это все случалось и раньше, и они там долго жили. И тогда уже сразу рассказываете про особую близость с Авдеевкой. Особая близость с Авдеевкой. Вы уже сказали, что практически, казалось, всех там узнаете. Да, была одно время запись на программу помощи гуманитарной, там, вот, для жителей Авдеевки в том числе. И если вот так в среднем у нас в день, ну, 100 плюс-минус 20 звонков, то когда эта запись на эту помощь была, да, то у нас было 400 звонков. То есть звонила, вот, ну, и в основном звонила Авдеевка, там, для серой зоны было, вот, и очень много людей звонило, и на каком-то этапе мне казалось, что мы уже знаем всю Авдеевку. Вот, причем звонили люди, которые я не думала, что, я просто об этом не задумывалась, а звонили люди, там, не 75 плюс, а 90 плюс. То есть там очень много пожилых людей, пожилых людей не смогли уехать. Либо они захотели уехать, либо они захотели уехать, потому что в таком возрасте уже, как бы, мобильность, ну, не такая, и вот говорили, ну, вот, да, вот, живем вот так вот. Ну, там много, ну, как интересного. Например, я узнала тогда, что там, вот, на улицах, на которых остались в основном пожилые люди, там есть такая недолжность. В общем, звонила одна женщина, говорит, я старшая по улице, я запишу, вот, кто у меня там живет на эту помощь, старшая по улице. А сколько старшая по улице лет-то? Ну, старшая не по возрасту. Я понимаю, что она по позиции. Она не подходила под категорию 70 плюс, ей было 65, она сказала, да, я не подхожу под категорию помощи, я всех своих запишу. Да, вот так вот, то есть там я поняла, что есть вот такая должность старшая по улице. Вот, и мне в этом плане было, как-то втягиваешься, да, ты, казалось бы, вот работаешь там, да, ты знаешь, но когда идет со всех поток информации, да, вот, как-то втягиваешься в эту нервность, да. Но потом я вот, там, я себе говорила, стоп, там есть старшие по улице, если вдруг, ну, оповестят, ну, то есть вот так вот. Вот, а звонки, которые были вот эти пять, мы же не бросаем людей, вот нам идет звонок, да, мы в Киеве находимся, мы не можем вывезти. Мы передавали, мы передавали тем, кто вывозит, и потом созванивались с людьми, выехали ли они. Одна семья звонила, женщина сказала, что я не поеду, а у дочери двухмесячный ребенок вот ее вывезти. И когда мы позвонили на следующий день, они сказали, что они передумали, они остаются, вот. Звонили о своих родственниках, ну, вот, вот из этих звонков ряд было, когда звонили о родственниках, потому что не могут дозвониться до родственника, вывезти их, вот так вот. Массовых звонков на эвакуацию не было, да. Либо, ну, люди выезжали, мы же отслеживаем ситуацию, в Светогорск выехали, мамы с детьми. И, наверное, хорошо организовано там, что можно было прийти, и, ну, обошлись без нас. То есть наш, вот, а почему я говорила, что мы хорошо знаем Авдеевку, наш телефон там знают. Судя по количеству звонивших, наш телефон знают. То есть нам бы звонили, ну, я так предполагаю, но, к счастью, вот. Но я так понимаю, что, значит, там уже что-то смогли наладить, и оно там на месте уже заработало. Оно заработало, но и многие, в принципе, действительно не выезжают, не выезжают. Ну, вот скажите, пожалуйста, а вот до этого, когда люди вам звонили из Авдеевки, там просили о помощи и все, они же как-то рассказывали, как они живут. Ну, вот можете так вспомнить, вот какие-то такие рассказы, которые вам запомнили? Да, я могу, но я не называю имен. Не надо имена, конечно, зачем имена? Ну, и, наверное, немного меняю факты. Не то, что факты, а детали. Ну, я понимаю, да, чтоб не... У нас вот, ну, вот эта вот массовая, когда запись была, мы познакомились с очень много хорошими людьми, 75+. У нас был один звонок такой. Человек как раз живет в промзоне. Он взрослый, он говорил на украинском. Вот, и когда мы там спрашивали, вот что еще, какие дополнительные потребности, он сказал, что мне нужно доброе слово. Так все есть, доброе слово. Мы не занимаемся целевой гуманитарной помощью. Ну, вот он нас так тронул, мы там какой-то на Новый год ему открытку рисовали, что-то отправляли. Когда мы с ним говорили первый раз, он говорил, что... А вы приезжайте все ко мне, у меня такой коньяк, я весь ваш танбас, собственно, пою в надежде на коньяк. Мы отправили ему посылку, я шучу, на самом деле мы... Мы просто, ну, вот он тронул. Вот. Ну, и, конечно, старики, они всегда очень трогательные. Они очень трогательные. Две женщины, которые тоже записывались на эту помощь, мы там записывали. Вот. И оператор сказала, что, а как зовут вторую даму? Ну, две. Они засмеялись, говорят, что... Она с дамами называет, видела бы она этих дам. Вот. Ну, дамы, чем не менее. Ну, вот истории, которые... Немножко времени прошло, оно поутихло. И тоже вот очень такое трогательно. Я не знаю, это по теме ли эфира Авдеевки, воспоминания об этих людях. Это тоже взрослый такой мужчина. На все дополнительные вопросы отвечал либо так точно, либо есть. Бывшие военные, очень конкретные. Не отходил от этого, шел по плану. Это тоже было как-то... При какой-то беде, вот человечность такая, вот какие-то такие истории они очень трогают. Ну, и старшая по улице. Старшая по улице. Это вообще для меня такое было. Скажите, пожалуйста, вот много же мы говорим о том, что информационная политика, на оккупированной территории, все. И, как всегда, многие вещи, к сожалению, мы зачастую заговариваем, да? Как бы провозглашаем, но мало делаем в этом. Это наша общая, наверное, проблема. А вы непосредственно же общаетесь с людьми. Я так понимаю, что вам же звонят не только вот там у серой зоны, а вот вам звонят с оккупированной территории. Конечно, нам звонят. Расскажите, пожалуйста, насколько сейчас мы здесь, на украинской территории, далеки вот от проблем людей, которые там остались. Насколько, ну знаете, многие же тоже складываются стереотипы, мифы, что они вот против там, да, вот Украины, что они не хотят, что они виноваты, что, ну, кто же им они сами Путина звали. Вот расскажите, пожалуйста, вот люди, когда звонят, что говорят, какие настроения, наверняка же не просто там, я думаю, и ругаются, звонят тоже, вот этих тоже припомните, если вдруг. Которые ругаются тоже. Да, и тоже какие аргументы у них, что говорят. Вы знаете, я вот так вот, формат горячей линии, он не очень предусматривает розлог их, розмов, но когда, ну, если ругаются, то в основном из-за вот социальных выплат, из-за того, что их отрезали от пенсионеров, которые остались на неподконтрольной территории. В основном это то, что вот нас бросили, мы работали, а для того, чтобы получить мою законно заработанную пенсию, мне нужно покидать мое место жительства и становиться переселенцем, что тоже, ну, и проживать на подконтрольной территории, что связано со многими факторами. В основном вот такое вот, она целенаправлена вот на политику, да, вот иногда такое что-то проскакивает, а потом, когда понимают, что они звонят в Киев, как бы разговор обрывается, то есть, ну... Опасаются тоже так, да? Ну, наверное, да, наверное, да, может быть, опасаются, но в основном, если вот, то это именно касается социальных выплат, в основном вот пенсии, в основном пенсии. Ну, вы сами вот как думаете после, там, лет работы в общественной организации, которая работает с переселенцами, сами-то вы как думаете вот об этой-то нашей информационной политике, которая нацелена, скажем, на оккупированные территории, или вот, ну, в целом, если хотите, идеологическая, я не могу сказать подоплека, а основа, да, вот того, что происходит на Донбассе. У нас она выработана в государстве, вот, знаете, как мы себя позиционируем, вот они там кто нам, они нам враги, они друзья, они наши граждане, они, ну, не знаю, они, там, не наши граждане, отрезать их, купить, или наоборот, там, потихонечку как-то привлекать и возвращать, там, через какую-то информационную политику. Вот ваша позиция, как человек... Я, вот, когда вы говорили, я думала, вот, как по мне, то единой политики, что они наши граждане, мощной, ее нет. Вот, как бы это пробивается, я бы сказала, достаточно робко, что они наши граждане. По социальным сетям из-за комментариев ходят, что нет, отрезать стена и так далее. Ну, это же тоже вброс откуда-то, я не думаю, что это вброс на уровне государства, да, вот, вот, как мне кажется, информационное поле такое, ну, официальное, да, оно недостаточно четко позиционирует отношения к этим людям. Или недостаточно раскручивает, что они наши граждане, да, они попали в такую ситуацию, нельзя всех равнять под одну гребенку, у них паспорта Украины. У них паспорта Украины, а значит, они наши граждане. Вот, четкого такой, вот, четкой позиции такой. Я на сегодняшний день не вижу, либо она слаба, но зато очень хорошо работают. Я не думаю, что это стихийно. В социальных сетях раскручивается через комментарии, да, другая точка зрения. И она так легко подхватывается, на самом деле. Тоже такое, мне кажется, вот, общий враг, он сильно консолидирует, да, вот, свой-чужой, принадлежность к своим, да, она как-то дает мускулы, она дает силы, да, и поэтому, мне кажется, легко подхватываются вот такие вот моменты, что мы здесь, ну, условно говоря, хорошие, да, а не там плохие, но потому что это определенным образом консолидирует и дает какое-то... Ну, я вам хочу сказать, что когда вот вы так говорите, мне сразу вспоминается, что, по сути, Путин же на этом принципе свою политику базирует. Вот он же тоже все свои там внутренние какие-то неудачи, если они у него существуют, он же все говорит, что, ну, это же потому, что мы помогаем бедному братскому народу украинскому. Ну, да, 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 да. Космеложим все, вот за то, чтобы они там хорошо жилось, да. Вот тоже принцип общего. Сдвигание туда, да, ну, действительно консолидирует. И дискуссии такие, прямо вот человек вроде нейтральный, вот которого я знаю, втягивается, я вообще понимаю, что я не знаю этого человека. То есть для меня это наша позиция, позиция нашей организации, что те, кто остался на неподконтрольных территориях, они наши граждане, мы готовы оказывать им поддержку, мы готовы оказывать помощь, мы боремся за их права, за отстаивание их прав, в том числе и про эти социальные выплаты. Вот у нас есть одна дама, вот это опять-таки не, чтобы не под одну гребенку, она говорит, так, я поставила себе спутник, вы мне расскажите, когда вы ходите на прямые эфиры, я буду смотреть всех ваших, вот она наш такой верный фолловер, у вас есть свой канал? Нет, у нас нет своего канала, тогда вы мне сообщите, когда вы ходите на прямые эфиры, вот надо ей сказать. Да, ну, посмотрите, я, знаете, сейчас вспомнила перед прямым эфиром, что, вот просто визуально сидела пока, вспомнила, что мы с вами встречались вот перед Кабинетом Министров, когда было принято это постановление, ограничивающее, да, 365, которое ограничивало свободы и права переселенцев, и почему я вас запомнила, вот меня поразило тогда, что вы сказали, да, я киевлянка, но я стою здесь за права этих людей. Вот я помню, когда к нам приходили в студию вот ребята, которые переехали из Донбасса, это первое время, вот они рассказывали, как тяжело найти квартиру, как это было, что с Донбасса там нет, до свидания, ну, как-то вот такое было отношение. Потом как-то получше стало. Вот скажите, вы же сама киевлянка, у вас здесь близкие, родные, друзья, я не знаю, коллеги, кто угодно. Вот скажите, как изменилось отношение к людям с Донбасса вот за последние годы? Ну, так вот, если искренне, вот, жились ли они вот в коллектив, в общину, если хотите, вот, стали ли они своими здесь, или по-прежнему все-таки чувствуется вот то, что все-таки это чужие? Или нет? Я думаю. Вот чужие, ну, если вот они, ну, вот другие, это же хорошо. Я бы не сказала чужие, но вот я бы не сказала, что вот полностью вот интегрированные, они стали киевлянами, они стали... У них, я вот тоже с Донбасса, ну, с людьми из Донбасса мало общалась до прихода на горячую линию. Мне очень нравится с ними общаться, у них есть своя идентичность, у них есть свои какие-то вот особенности, да, но любое включение в что-то монолитное, это же всегда плюс для местной громады, да, вот. Мне кажется, то, что они здесь, да, то это добавляет разнообразие, это делает, ну, общество общину интереснее, оно делает ее многообразнее. Ну, вот ребята, которые с вами работают, они по-прежнему иногда говорят, вот там, представляете, иду, а мне говорят, вот понаехали эти. Ну, нет, 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 я не помню такого, может быть, я что-то забываю, сейчас коллеги смотрят и говорят, что домашние, нет, я не помню такого, я не помню такого, что вы говорили. Хотя говорили, да, на первых порах, и тяжело было квартиру снять, и, ну, сейчас, наверное, определенные есть проблемы, но... Нам, у нас есть одна из, когда к нам кто-то звонит, у нас одна из вопросов, мы его не задаем, но фиксируем, чувствуете ли вы дискриминацию по признаку переселенец? И? Ну, вот, я вот буквально недавно, ну, считала, за месяц, ну, в общем, 5 звонков где-то, 5-4 звонка за месяц, когда чувствуют, когда говорят, и то вот, строго говорят, что такое дискриминация, это тоже, ну, скажем так, неприязненное отношение, когда в детском садике там говорят, что из-за вас такое-то, когда вот в очереди в банк там женщина говорила, что я расплакалась, потому что мне в очереди сказали, что и так очереди, еще и вы, вот, ну, она потом, правда, сказала, что очередь вступилась, то есть, то есть люди либо не фиксируют это, либо, либо, может быть, действительно это не так, не так, хотя я знаю людей там, которые, ну, считают, что качество их жизни там ухудшилось от того, что приехали люди с Востока. Ну, вот, знаете, я вот вспоминаю сейчас даже, может быть, даже вот отправлю наших зрителей к тому Вокспопуле, который мы писали тогда под кабинетом министров, и вот тогда многие говорили, что, по-моему, даже вы говорили о том, что права переселенцев, они как бы отражают вот вообще в целом права человека в стране, да? Да, да, я с этим согласна. Да, ну, вот, наверное, вот я бы хотела все-таки немножко на этом остановиться, почему вы так думаете, и вот насколько действительно это так, вот, по прошествии какого-то периода, готовы ли вы снова повторить эту фразу или нет? Или как-то она уже... Ну, я готова это повторить, да, права переселенцев, просто как то, на что направлен фокус, да, вот, вот сейчас направлен фокус, на самом деле, вот, да, я не переселенка, но быть переселенцем и быть киевлянином, я также, вот, коллеги на горячей линии, да, вот, они еще и снимают квартиру, я вообще не представляю, как вот, как это тянуть, да, вот коммунальные платежи, они себя чувствуют неуверенным, но и я себя чувствую неуверенным, проблема вот с какой-то работой, с социальным, они себя чувствуют неуверенным, но и я себя чувствую неуверенным, просто проблемы переселенцев, они в фокусе, да, может быть, их меньше, но на самом деле, вот, когда было, вот, акции, да, там, я Чарли, я Волноваха, да, вот, я переселенка, я также, ну, я могу сказать, да, я также чувствую неуверенность, я также неуверена, я также где-то дисбалансирована, то есть, оно абсолютно отражает, но только то, что мы не перешали и живем в себе. Ну, и, вот, многие говорят, теперь просто вот к вам, как к человеку, который просто живет в Киеве, просто гражданин, вот, как вы считаете, какое может быть решение, вот, на Донбассе, вот, вам кажется, мы должны, ну, закрыть границу между нами, оккупированной территорией, или, как вот вы видите, как человек, который далек, там, скажем, большой политики, там, не политолог, вот, ваше понимание. Закрыть границу, ну, нет, но это интеграция, конечно же, интеграция и мощная политика, что мы с вами, вы наши граждане, мы вас не бросили, и воздействие, вот, у нас, когда мы говорили, немножко вернусь, у нас же, как бы, горячая линия, да, но вот, тем не менее, мы занимаемся какими-то, ну, хотим заниматься другими проектами, когда мы говорили о будущем и развитии организации, мы решили, что этот год у нас будет годом детей, а воздействие, такое слово воздействие... Влияние тоже не подходит? Вот, работа, работа с детьми, да, вот, работа с детьми, работа с подростками с тех территорий, с этих территорий, что мы одно, да, они, чтобы они несли это дальше, чтобы они несли это в семье, чтобы они не хотели разделяться, да, чтобы они чувствовали себя гражданами Украины, вот, как, ну, вот, за интеграцию, зато и давать четкие месседжи людям, которые там, что вы наши, мы вас не оставляем, мы с вами, потому что они граждане Украины, не знаю, ответила ли я на вопрос. Ну, и вот, если коротко, какие сейчас направления в Донбассос, в общественной организации, чем вы занимаетесь, вот, горячая линия, что еще, какие основные проекты? У нас проект такой, вот, Донбассос, это такое, вот, ну, быстрое реагирование, скажем так, у нас, вообще, вот, горячая линия, это такая вот наша, я считаю, это такой вот градусник, который можно измерять температуру, повышение количества звонков по определенным вопросам, оно четко отражает, что болит, да, вот, какие проблемы, вот, и вот по тем проблемам, которые, вот, болят сейчас, да, у нас есть направление, которое занимается адвокацией, то есть не точечным решением, да, вот, решением группы проблем. Как прецедент, да? Да, как прецедент, это уже работа с государственными органами, и участие в каких-то, не в каких-то, участие в круглых столах, участие в рабочих группах, то есть не единичный вопрос, а, ну, лоббирование интересов больших групп. У нас есть такое мощное информационное направление, у нас очень читаемый и, ну, достаточно популярный информационный ресурс нашей организации, это наша страница в Facebook, вот, и вот будущий год, да, действительно год работы с детьми, у нас есть определенные проекты, не знаю, ну, вот, направленные именно на детей и подростков. Мы фокусировались, вот, те проекты, о которых мы говорили, у нас разнообразные, но именно на детей и подростков в серой зоне, вот, работа с ними, работа с их убеждениями, работа с повышением какой-то, ну, там же о проекте надо рассказывать, давайте он пойдет, тогда я расскажу. Виолетта, ну, учитывая, что нас смотрят на оборонные территории, и не только, и на Донбассе, и в Крыму, то вы можете просто обратиться к людям, сказать, куда звонить, куда обращаться в случае, потому что, похоже, что там хоть и немного затихло, но ситуация очень сложная. Вы еще раз напомните, пожалуйста, нашим зрителям, куда звонить, в каком случае и как действовать. Значит, номер нашей горячей линии 0800-309-110 по Авдеевке, да, если вы знаете, что там ваш родственник, вы там потеряли с ним, может быть, связь, вы хотите, чтобы его принять у себя, звоните нам, мы будем координировать в горячих случаях, ну, я думаю, эти телефоны знают на местах, это обязательно, если вот вывоз, это МЧС, это 101, и называть адрес, но если вдруг вы не можете куда-то дозвониться или не знаете контакт, звоните нам. И еще я хотела, можно, есть время? Абсолютно, вы говорите. Я вот тоже, когда шла сюда, я думала, вот сейчас сработали, ну, хорошо, на уровне, там, более высоком. Нам звонили вот в первые дни люди, которые хотели, ну, которым болело, и которые хотели помочь самостоятельно. Нам звонил мужчина, который сам переселенец, он говорит, я на своем микроавтобусе еду в Авдеевку, я буду вывозить людей. Я уже еду, вы мне дайте людей, которые будут выезжать. Сейчас такое вот мощное, помогать, да, вот помогать, потому что оно действительно цепляет, оно действительно, ситуация, вот трудно быть в стороне, когда такое происходит. Сейчас хорошо сработали службы, да, в Авдеевку направлена и гуманитарная помощь, но, что бы я хотела сказать, вот тоже можно нашу горячую линию звонить, люди куда-то уезжают, да, если это централизованный вывоз, вот сейчас повезли в Светогорск группы, и я говорила с общественной организацией, которая поселение вывозит, говорит, кто у нас поселяется, тот получает там жилье в хорошем, там, ну, пока на месяц, дай бог, чтобы все обошлось, и еду, и все. Но бывают люди, которые выезжают самостоятельно, вот они не дожидаются, может быть, централизованной эвакуации, едут в ближайшие города. Вот, если вы вот в Киеве или в каком-то далеком городе, да, и хотите помочь, звоните нам, мы будем передавать контакты, есть общественные организации в тех городах, куда люди предположительно выезжают, которые с удовольствием примут помощь, просто нужно скоординироваться. То есть вы сейчас хотите сказать, что есть люди, которые нуждаются в помощи, и если вдруг, то можно через Донбасс, СОС, эту помощь передавать, да? Ну, либо передавать, либо мы будем координировать. На прямую можно, да, кому можно, да, потому что я знаю, вот в городах, там, в Покровске, там, собирают, но нужно туда пересылать, нужно связаться. То есть собирать сейчас какую-то помощь в Киеве для Авдеевки, ну... Тоже, да, пересылать, у смысла нет, да, но лучше напрямую, да? Виолетта, спасибо вам огромное. Я хочу напомнить, что Виолетта Артемчук, координатор горячей линии общественной организации Донбасс-СОС, сегодня у нас была в прямом эфире. Я хочу напомнить, что Донбасс-СОС делает постоянную рубрику у нас на Укрл.ФТВ по защите прав переселенцев, пожалуйста, если вас интересует, есть особая рубрика у нас на канале, обращайтесь, пожалуйста. Виолетта, вам спасибо огромное, вашим коллегам тоже спасибо. И если вы будете испытывать потребность донести какую-то информацию, я знаю, что и ваш ресурс популярен достаточно, но если вдруг, пожалуйста, всегда обращайтесь. Хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо. А вы оставайтесь, пожалуйста, с нами, мы продолжаем прямые эфиры на Укрл.ФТВ. Укрл.ФТВ Укрл.ФТВ